всем привет вы на канале вектор с вами владимир и сегодня на обзоре у нас suzuki sx4 сегодня я развею миф о надежности японского автомобиля на конкретном экземпляре конкретный экземпляр у нас сегодня 2009 года с одним собственником знаю всю историю эксплуатации обслуживания этого автомобиля автомобиль моих хороших знакомых все они мне рассказали все что с ней делали все что с ней происходило я вам сегодня в ролике обязательно расскажу начнем с внешки сейчас эта категория какая-то новая cross hatchback да то есть автомобиль ну как бы hatchback обычный но чуть-чуть с повышенным клиренсом здесь у нас 175 миллиметров минимальные свесы удобно парковаться впереди бампер ну свеса практически нету задний бампер тоже свеса нет бордюром паркуемся вообще без проблем все четенько еще момент по внешке смотрите если посмотреть на автомобиль а вот с этого ракурса наверное вот где я нахожусь вот под этим углом а есть какие-то спортивные нотки у автомобиля такой знаете спортивный cross hatchback какой-то получился внешне с этого угла он меня не раздражает есть моменты я них сейчас тоже вам расскажу предлагаю посмотреть переднюю часть здесь все скучно просто все по-японски обычные фары затираются пескоструются их уже полировали галогенная оптика ближний дальний светят примерно как на жигулях вообще не лучше маночки у нас галоген но есть проблема вот эта стекляшка если зимой эта стекляшка нагревается и попадет снег я не знаю в сугроб вы просто въедете упрётесь эти стекляшки лопаются прям расходный материал туманки дальше давайте посмотрим что здесь под капотом здесь принципе ничего интересного но я вам сейчас расскажу технологичная сторона но на море как они сэкономили или не знали о их существовании хотя на крышке багажника есть амортизатора можно было и под капот тоже поставить почему нет здесь у нас 4 цилиндровый двигатель 106 лошадиных сил 145 крутящего момента это очень мало прям очень мало машина не едет динамика вообще ужасная просто ну просто она может тронуться просто она может поехать динамики разговора речи вообще никакой не идет лично мое мнение когда под капотом хороший двигатель да там либо это объемный двигатель либо там какой нибудь дизель автомобиль с хорошим крутящим моментом с хорошей динамикой разгона уверенной динамикой разгона во всех диапазонах без разницы да я называю это безопасностью автомобиля на самом деле то есть не какие-то подушки безопасности да а именно двигатель почему вот на трассе вы едете там не знаю уперлись какого-то тихохода да там на скорости я не знаю 80 90 километров в час впереди идет какая-то колонна вам нужно эту колонну обогнать идет встречные потоки чтобы сделать это быстро на этом двигателе вот ну-ка на конкретном экземпляре этого сделать вообще невозможно то есть вы будете со всеми за тихоходом ехать потихонечку то есть все то есть вы никуда не торопитесь хотя шумка в салоне отсутствует хочется доехать ну побыстрее как-то на этом автомобиле выйти уйти и пойти по своим делам но продолжим здесь смотрите воздухозаборник ну в принципе высоко около планки около фары находится но он повернут вниз по большим бродом очень аккуратно двигаемся когда затапливает города после ливней дождей это очень осторожно либо я бы вообще вот эту штуку перевернул куда-то вот сюда вот и и поставил и отсюда забирал воздух дальше по омывайке смотрите бачок омывающей жидкости очень маленький там я не знаю там мне кажется порядка трех литров расход бешеный потому что распылители сейчас вот покажу вот эти вот распылители с каждой вот этой пикки форсунки там три струйки идет я не знаю при плохой погоде не замерзай к заканчивается очень быстро по коробке коробка здесь четырехступенчатая обычный классический автомат вроде все хорошо да я всегда за практичность в этом плане и когда себе покупаю автомобиль то есть я делаю на этом акцент я никогда не беру лично для себя робот или вариатор да у них есть свои минусы я них тоже расскажу не в этом ролике в следующем как бы когда у нас появится автомобиль на роботе и на вариаторе я расскажу про все особенности эксплуатации по надежности подкапотки пока мы здесь находимся я вам сейчас покажу посмотрите на в очередной раз новый генератор генератор на этом автомобиле это расходник вот пробег сто семьдесят тысяч машину как я уже говорил знаю сновья генератор был поменен четыре раза за сто семьдесят тысяч пробега надежный автомобиль я считаю что нет ремень натягивается вручную никакого натяжителя здесь нет то есть ну сами подкручиваете ремень там не знаю за свистел начинаем подтягивать отрегулировать как бы в заводские настройки это невозможно коробка на 150 тысячах умерла классический надежный автомат я не знаю может быть это единичный случай если есть кто-то владельца таких автомобилей напишите пожалуйста в комментариях у кого коробка прожила там больше чем в сто пятьдесят тысяч да потому что я тоже пообщался еще с одним человеком у него примерно на 170 коробка умерла то здесь уже коробку поменяли в принципе здесь все больше рассказывать наверно не о чем зеркала прям такие большие но как-то они это обрисовали очень интересно и они не похожи на чебурашку то есть они не выделяются сильно смотрите задняя часть автомобиля хэтчбэк стильно интересно сделали загнутое стекло ну молодцы как бы практически практически парящая крыша такая маленькая то есть если бы здесь было больше был бы эффект парящей крыши сразу вот прям раздражает меня этот факт когда не симметрично да я уже говорил об этом задняя оптика полностью галогеновая здесь у нас туманка здесь у нас задний ход зачем так делают японца вот ну на конкретном автомобиле я не понимаю то есть как я должен эксплуатировать автомобиль то есть где-то в темном дворе в темном месте да где нету освещения я включаю заднюю передачу то есть там в зеркало я вижу что что-то подсвечивается да здесь я ничего не вижу я вам сейчас покажу что вам нужно возить с собой обязательно для таких случаев это фонарик смотрите как это выглядит я вам сейчас покажу включаем задний ход в правое зеркало мы видим да то есть какой-то свет включаем фонарик и вот так вот высовываемся и начинаем движение где там что там японцы вы вообще красавчики вы производство фонариков налаживаете что ли я не пойму не понимаю это не только этот автомобиль и знаю еще кучу других автомобилей у кого также это не симметрично просто это даже эстетически некрасиво то есть здесь они хоть как-то притемнили в фару да не так ярко выражено а бывает прям белая белый фонарик да и здесь там красный фонарик то есть ну я не знаю как будто я не знаю перепутали фары не с этой машины взяли фару или еще что-то по багажнику смотрите минимальный объем двести семьдесят пять литров объема максимальный тысяча сорок пять это со сложным вторым рядом сидений в принципе если сложить то объем большой проем достаточно большой но не очень широкий как бы машинка небольшая да я в принципе вот руками могу обнять полностью автомобиль то есть ну она прям маленькая здесь у нас набор автомобилиста докатка домкрат все железное отсутствие шумоизоляции в этом автомобиле полная вообще ничего здесь нет полочку можно опустить полочка слишком хлипенькая жиденькая сюда обязательно кладем том война и мир чтобы ее держала по-любому да и все чуть здесь смотреть а подсветка багажника есть галогеновая сбоку светит плохо ужасно надо хотя бы поставить диод японцы договориться с китайцами они вам привезут диоды предлагаю посмотреть что у нас на втором ряду сидений небольшой плюсик сузуки маленький лючок бензобака аккуратненький все хорошо дверь открывается ну практически на 90 градусов чуть чуть поменьше но мне удобно сижу сам за собой фиксаторы уже не держат надежно молодцы японцы красавчики так сейчас я уберу фонарик сам за собой сижу в принципе удобно в ногах место есть и под сидение ноги засунуть можно все хорошо но мне не нравится угол наклона спинки он практически 90 градусов то есть где 90 градусов мне это вот лично мне неудобно мне не нравится да сразу вот ремень безопасности в стойке находится очень высоко для перевозки детей до фиксации детей там на удерживающем устройстве такие как бустер придется колхозить и ремень опускать ниже то есть какими-то фиксаторами и пушки о детях не подумали вообще подлокотника здесь нет ничего нет места над головой ну в принципе хватает то есть это такая как кубик такой получился высокий автомобиль короткий пластик дешман все затерто прям дешман дешман очень сильно напоминает мне жигули причем прям жигули не какую-то свежую там ладу весту может быть да то есть вас 2110 вас 2112 да вот вот что-то из этого по качеству передняя дверь сразу косячок вот пробег 170 тысяч до ткань сидений очень тонкая прям она очень тонюсенькая смотрите уже шов расползается вот этот материал он более грубый более выносливый но очень маркий прям пачкается очень быстро он даже пачкается затирается хотя здесь я не знаю ну автослесаряне ездят спецовки здесь как бы я не знаю никто не катается зато есть всегда в обычной чистой одежде но вот тем не менее затирается бездушный автомобиль тактильно пластиковый руль никакой здесь кожа деревянная панель прямо деревянная как бы с отсутствием шумоизоляция все хлюпенькая не знаю это у нас подсветка приборки там регулируются фары регулируются и туманки здесь вот все остальное на рычагах здесь на руле только мультимедиа переключить треки звук там поставить на паузу переключить диска на радио потому здесь больше ничего нету мы не то ли по косякам здесь была проблема по замку вот то есть там как бы или электрический моторчик внутри замка в общем он не срабатывал не запирал да как бы электрическим путем хотя здесь есть у нас бесключевой доступ но это мелочи то есть наверное больше все таки это придирка но именно с этим автомобилем это было а смотрите еще хотел сказать про шумоизоляцию когда эту машину загоняли на сервис там с ремонтом вот этого замка соответственно снималась обшивка и мне было любопытно что внутри я приехал к ребятам на сервис когда они сняли эту обшивку знаете там не то что шумоизоляция там вот под ней наклеен пакет реально пакет просто пленочка просто приклеены и все внутри на металле на железе даже ну даже хоть какого-нибудь квадратика там шумоизоляции здесь нету просто вообще шумоизоляции нету нигде а вообще не полы и багажник не подкапотка тоже убогая шумоизоляции просто нет это ужасно технологичная страна которая не думает о людях сегодня в 2023 год и так получилось что япония недружеская страна но свою войну они начали видимо давно то есть в россию вкидывать вот подобные экземпляры подобные автомобили зарабатывать на россиянах бешеные бабки этот автомобиль никогда не был дешевым просто они зарабатывали и все типа для россии так сойдет чё нет они прожуют по настройкам руля какая-то кочерга на себя по углу наклона регулируется а по вылету нет японцы даже на жигулях регулируется эргономики да то есть руль не регулируется по вылету уже неудобно сиденье у нас регулируется только спинка есть лифт и салазки вперед-назад двигается поясничного упора нет никаким образом он не регулируется отсутствует подлокотник в любом исполнении но мне неудобно то есть мне нравится когда есть подлокотник есть возможность положить руку да здесь у нас ручник почти он ну очень очень длинная палка зачем непонятно есть подогрев передних сидений лево-право и система стабилизации можно отключить но можете отключать можете не отключать она здесь равно не работают на здесь просто есть бюджетных японцев там корейцах система стабилизации работает очень плохо где-то она в принципе не работает она просто там желтая лампочка мигает когда происходит какой-то снос Но машину она не выравнивает нормально Не выставляет обратно на траекторию Она просто есть Она где-то придушит, двигатель где-то затупит Ерунда Не делайте на этом акцент Что она вас выручит и спасет Здесь у нас климат-контроль Однозонный Убогий Температуру мы можем выставить примерно Вот 17 градусов Вот 22 и 27 Вот сколько я выставил Я не знаю Бред Режимы автокондиционер Здесь все есть По мультимедиа, по музыке я уже сказал Здесь есть диски, радио и больше ничего здесь нет Все Технологичная сторона Классная, вообще обалденная Здесь у нас есть пепельница Здесь для какой-то Видимой заначки Открывается, закрывается Это неглубокий Телефон положить некуда Вот от слова совсем Либо вы его спрячете сюда Но вы исцарапаете свой дорогой телефон Потому что никакого ворса Никакого бархата Вообще никакого материала там нет Там просто голимый дешманский пластик Режимы движения Р задние Н, Д Получается Это у нас 4 передачи Потом 3 передачи Максимум 2 передачи И максимум на первой передаче Зачем это сделано? Ну не знаю Может быть Эти автомобили бывают полноприводными Может быть Им это актуально Там удерживать автомобиль На первой передаче Или чтобы она не поднималась Выше второй Или там третьей передачи Что тут подниматься Тут мотора путевого нет То есть Наверное кстати Вот для этого они и сделали Эти епошки Мотора нету Мощности нету Пусть хотя бы орет Ревет И из-за этого Они кстати убрали Вообще не стали делать Шумоизоляцию Чтобы у вас было ощущение Мотор ревет Типа машина едет По факту Она не едет Заводом заявлена Динамика разгона 0,100 До 12,3 секунды Это завод заявляет Да И чаще всего Как бы эти данные Заводом не совпадают Поэтому я думаю Что здесь динамика разгона Примерно там 13-14 секунд Это очень много Ну это просто автомобиль Который просто может ехать А еще хотел Прямо акцентировать Своё внимание На тормозах Да Впереди у нас дисковые тормоза А сзади барабаны Ребят 2023 год Автомобиль 2009 года Даже потом Рестайловые модели Они шли на барабанах Разговаривал с сервисменами Разговаривал с собственником Говорят, что задние колодки Меняются раз в 300 тысяч Я не знаю Они не работают что ли Почему То есть у них износа Как такового нет То есть машина Значит в большинстве случаев Тормозит только Передней осью Смотрите Хотел сказать Про бесключевой доступ В автомобиль Он здесь реализован Двухступенчатый Я когда с этим столкнулся Я был в шоке Что это такое И вообще Как это работает Смотрите Этот автомобиль Заставляет думать Вас наперед Ну я нахожусь здесь Да Там справа Мне нужно там Поставить сумку Грубо говоря Ну мне удобно Отсюда это сделать Я нажимаю на кнопочку Все Дверь открылась Да То есть я открыл Там поставил сумку Без разницы что Закрываю Я хочу Все Сесть за руль Дальше уехать Да Смотрите что происходит Я подхожу А дверь закрыта То есть Одним нажатием Она открыла только ту дверь И все То есть так же И с этой стороны Произойдет Здесь открыли То пассажир у вас Не сядет То есть нужно нажать Два раза Вот Она сработала Да Но опять открылась Только эта дверь Смотрите Задняя закрыта Класс Сейчас еще раз нажмем Так Закрылась Закрылась Все Нажимаем Смотрите Раз Водительская открылась Два Открылась полностью Бред Вот честно Просто бредятина Она заставляет вас думать То есть Либо вы всегда нажимаете На кнопку два раза Либо Вы должны понимать Что один раз вы нажали И больше в машину Никто рядом сейчас Сразу с вами не сядет То есть Ну вы должны Об этом Обо всем думать Да Так же как и на багажнике Там тоже есть кнопочка То есть реализация Такая же бредовая Вот Все Что произошло А я закрыл Видимо автомобиль Да 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 Вот он закрыт Так Я нажал на кнопочку Багажник открылся Сейчас посмотрим Что с дверями Я убрал сумки Должен опять подойти Опять нажать Бред А смотрите Хотел еще сказать Про кузов Данного автомобиля Он железный Обычный Там не алюминий Ничего Но он не сгнивает То есть Есть какие-то Скольчики Могут появиться Маленькие рыжики Здесь вот на капоте Были Но их Не очень давно Покрасили Просто косметически Покрасили капот Для себя Эстетически Все хорошо Я погулял По автомобилю Вот вообще Посмотрел Вот обошел Его полностью Весь Я не нашел На ней рожья Я не нашел На ней тем более Гнили Автомобиль 2009 года Сегодня 23 Получается 14 лет Автомобилю Она не сгнила Кузов Сделали Блин Ну классно Реально И давайте Теперь вспомним Эпоху китайцев Которые были В те же года Это Насколько я помню Были Черри Тига Амулеты Черри Фора Там истины Были Лифаны Были Вот помню Солана Были Очень популярны Они сгнили Они вымерли Как мамонты Вот ну На данный момент И вот Машина Также примерно 2009 года Их очень много По автомобилю Двигается По городу На вторичке Они продаются Кстати Вот по кузову Тоже хотел сказать Есть еще Кузов Седан Я думаю Он как раз таки Немного будет Попрактичнее В нем будет Побольше места Побольше багажник Вот И есть вот эти конфигурации Там Передний Или полный привод Смотрите А полочка Очень похожа На Рейнджровер Реально Владельцы Там Или кто Наблюдает За рейнджроверами У них Раньше была полка У них конечно пошире Она поудобнее Покомфортнее Она кожаная Она тактильно Приятная Здесь Ну Такая Дешманский пластик Ну Типа полочка Заводим Автомобиль Как вы уже поняли Здесь бесключевой доступ Да И смотрите Как реализован Вообще Должна быть Наверное Кнопка Старт-стоп Да Это мое мнение Руль у нас Заблокировался Вот Ключ у меня в кармане Вот Ну Оставили какой-то Я не знаю Вертушок Я даже не знаю Что это такое Просто я не знаю Там Как Рычаг печки Да То есть В некоторых автомобилях Бывает То есть Ну вот Что-то такое Вот Выехали мы На более-менее Нормальный асфальт Нажимаю газ Я слышу мотор Но Динамики Разгона Вообще Нету То есть Просто мы Начали движение Есть Небольшие Плюсики По Остеклению Стекла Очень большие Лобовое Огромное То есть Такая Трехлитровая Банка Получилась Стекла Очень много Форточки Какие-то Зачем Непонятно Увеличивают Вот эти Стойки Увеличивают Мертвые Зоны На самом деле Своим Количеством Здесь Такой Достаточно Большой Подъем Вот я Сейчас Быстро Смотрите Я остановился Полностью Да Отпускаю Тормоз И машина Стоит Она Никуда Не едет Все Я нажал Газ Мы Поехали Это Я Передаю Привет Автомобилю Джили Кул Рей На котором Вы так Сделать Не сможете Ну Там С автоматом Он Откатится Назад Он Не будет Так Стоять На Таком Подъеме Это Небезопасно То есть Уже Есть Случаи Знаю Прям Личные Примеры Когда Люди Попадали В ДТП Просто Отпустили Педаль Тормоза И машина Покатилась Назад И врезалась В сзади Стоящий Автомобиль Это Вот Привет Китайцам Смотрите По Зеркалам Зеркала Большие Видно Все Как бы Внешне Эстетично Они нормально Выглядят Да И дают Классную Обзорность Здесь Есть Подогрев Зеркал Но Конкретно В этом Экземпляре Уже На пробеге 170 тысяч Подогрев Зеркал Не работает Надежно Ну Не знаю Обычно Такие вещи Работают На автомобилях Ну Не знаю Да Они В принципе Не ломаются Опять же Я возьму В пример Автомобиль БМВ Семерку 400 тысяч Там работал Обогрев Зеркал А японцы Это же Надежно Ни души Ни атмосферы В автомобиле Нету Ну Просто Автомобиль Автомобиль Для новичков То есть Если вы Еще Ни на чем Не ездили Вы Не искушены Там Хорошими Автомобилями В плане Там Хорошей Шумоизоляции Хорошей Динамики И Просто Купили Как первый Автомобиль Просто поучиться Поездить Да Наверное Имеет место Быть Но Не более того Ну Вот смотрите Выехали мы На дорожку На которой Можно разогнаться Вот я нажал Газ В пол Рева Много Вот сколько Мы разгоняемся Причем Это не с нуля Мы даже сотку Набрать не можем Не знаю Можно пол книжки Прочитать Пока Она сотку набирает Вот Соответственно Динамика разгона Там Я не знаю Замерять вообще Смысла нет Реально Все эти заявленные Там 12 Ну я говорю Из реального Может быть даже 13-14 секунд Они здесь есть Это очень много То есть где-то Что-то Но рев Прям просто Стоит рев От двигателя Опять же Из-за отсутствия Шумоизоляции А двигаться На большой скорости На этом автомобиле Ну на большой Как для этого автомобиля На большой Там 140-150 Не комфортно То есть Ее комфортная скорость Это примерно Там 100-120 И не более Потому что Отсутствие шумоизоляции Напрягают Слышно все Ветер Колеса Там я не знаю Грузовики Какие-то шумные Или еще что-то Вот Плюс поведение По подвеске Сзади балка Как бы Ну Машина очень высоко Поднята С большим Дорожным просветом Получается Я бы не стал Гонять На этом автомобиле Поэтому Просто едем Сами Просто Сами Думаем О своей же Безопасности Да И все Чем плюсов Да Хотя Отталкивайтесь От реалии До реального рынка Рынок Просто Летит в гору Да То есть Есть Альтернативные Автомобили Но они тоже Все достаточно Дорогие И это Недешевый автомобиль Недешевый автомобиль Он еще И в обслуживании На самом деле Японцы Все дорогие В обслуживании По крайней мере Бюджетные Варианты Выбор За вами Я бы Посмотрел Все таки На какой то Премиум Подписываемся На канал Ставим лайки Пишем комментарии Задаем вопросы Пожелания Все что угодно Всем пока А пойду Ка я погуляю По лесу Я накатался На этом автомобиле Продолжение следует